Привет, друзья! Хрустит снежок, хрустят суставы, а год подошел к концу! Для всех компаний Илона Маска 2021-й выдался ух каким насыщенным, так что без долгих прелюдий погнали ретроспективить! Начнем, как всегда, с главных новостей года про Тесла! Пожалуй, главным событием года здесь можно назвать рестайлинг Model S. Версия Plaid побила столько рекордов скорости, что это даже как-то неприлично, а руль-штурвал явно остается с нами надолго, несмотря на весь недовольный бубнеж. Бухтели и наблюдатели за ростом цен. Из-за проблем с цепочкой поставок они тоже менялись на скорости Plaid. Все версии автомобилей прилично подорожали. Помните, сладкий февраль-март с эсками по 80 тысяч долларов, тройками по 37 и Model Y по 40 тысяч? Ну так вот, забудьте, эти времена прошли. Актуальные цены на экране, если за Рождество их еще разок не поменяли. Судя по последним новостям, Тесла начала ограниченное производство тягача Сэми. Пока что, вместо официальных сообщений, у нас есть только размытые скриншоты съемок с дронов, но мы привыкли к любым источникам. Особенно к представителям PepsiCo, которые твердо уверены в своевременной доставке своего заказа. Наконец, продажи. Продажи сейчас доступны только за три квартала, но кто помешает нам сделать прогноз? Да никто, так что так и поступим. В течение трех кварталов Тесла доставила 627 350 автомобилей. 241 тысяча из них пришлась на третий квартал. Стало быть, шанс выполнить прошлогоднее обещание в 1 миллион поставок довольно мал. Для этого за четвертый квартал Тесла должна поставить 372 тысячи автомобилей, а это возможно, только если Гига Шанхай будет пахать, как проклятая. Хотя, собственно, она и так пашет. Китайская фабрика Тесла в этом году удерживала корону самой эффективной и быстрорастущей. Гига Шанхай обеспечивала автомобилями не только Поднебесную, но и Европу и обогнала Фримонд по объемам производства. Так держать! Гига Техас в этом году завершила первую фазу строительства, но не собирается останавливаться. Миллиард долларов в нее уже вложили. Оборудование для аккумуляторов практически на низком старте. А огромные литые кузовы и дроны видят каждый день. Тесла даже перенесла в Остин свой головной офис. Прощай, Пало Альто и его гигантские цены на жилье для сотрудников. Самая сложная судьба в этом году досталась, конечно же, Гига Берлин. Тесла провела крутейший фестиваль по поводу скорого открытия. Фабрика фактически готова к боям за европейский рынок. Но волокита с документами, разрешениями и отчетами тянется уже какое-то адское количество времени. Немецких эко-активистов в 2021-м словно какая-то бюрократическая муха укусила. По итогу официально Гига Берлин так и не открылась и делает свои Model Y втихую. Огромная работа в 2021-м проведена по части автопилота. Наконец-то стала доступна подписка, но самое важное — это, конечно, широкий выпуск FSD-бета. Введение рейтинга безопасности породило множество удивленных твитов, а обновления начали выходить несколько раз в месяц. Сейчас все пользуются версией Beta 10.8, а что будет после каникул — никто пока не знает. Автопилот стал настолько продвинутым, что Tesla даже заявила о возможности лицензирования технологии. Воспользоваться плодами трудов команды вскоре смогут очень многие, ведь суперкомпьютер Дадзё в этом году стал пятым по мощности в мире. И все-таки самым главным событием в области разработок в 2021-м стал День ИИ и презентация Tesla-бота. Проходила она в формате «Очень интересно, но ничего не понятно», но одно ясно точно — обучение нейросетей вышло на немыслимый уровень. Андрей Карпатый и его команда превзошли самих себя. А роботы на всякий случай сделают физически слабее человека, ну мало ли что. Сеть суперчарджер выросла до 30 тысяч станций. Теперь зарядка доступна и для других автопроизводителей. Электромобили Hyundai, Ford и прочих брендов уже могут стать гордыми обладателями подписки и заряжаться от суперчарджеров в Нидерландах. Илон Маск поделился, что мощность суперчарджер увеличится до 300 кВт, а пока на станции уже заметили терминал Starlink. Можно смотреть мемасики во всемирной сети интернет, пока заряжаешься. Болезненная тема для предновогоднего времени и очень счастливая тема для Tesla — денюжки. Акции Tesla пробили какой-то невероятный потолок. Если 1 января 2021-го их стоимость составляла 719 долларов, то сейчас одна акция стоит более 1000 баксов. В какой-то момент мы даже видели цифру в 1200 долларов, но потом этот прыжок чуть приспустился. Капитализация Tesla выросла в два раза и превысила 1 триллион. Это исторический максимум для автомобильных компаний. GM, Ford и прочие легко могут заработать рак легких на нервном курении в сторонке. Также Tesla купила биткоинов на 1,5 млрд долларов и начала принимать их в качестве оплаты за автомобили, но позже эта возможность исчезла. Мол, слишком уж не экологичный процесс у майнинга. Ну а еще Tesla приобрела канадский стартап Spring Power International и их технологию для разработки новых батарей, упомянутых на дне аккумуляторов в 2020-м. Еще Tesla потратилась на стартап Cell Lion и получила новый патент на кремниевый анод для батареи. Кремниевый анод может увеличить запас хода электромобилей на 25%, так что деньги потрачены с умом. Tesla Energy в этом году также постарались. В Латропе, штат Калифорния, заложили фундамент завода MegaFactory для производства MegaPack. Неваде больше не придется надрываться в одиночку. Крупнейший в мире проект MegaPack в Австралии пережил большой пожар. Из-за утечки охлаждающей жидкости во время предварительных испытаний все горело несколько дней. К счастью, к концу года проект перезапустили, теперь там все хорошо и безопасно. В 2021-м Tesla установила 250 000 Powerwall и запустила новую солнечную черепицу мощностью более 71 Вт вместо бывших 58 Вт. Размер самой плитки никак не изменился, так что это та мелочь, из которой увеличивается скорость и простота монтажа. Из несостоявшегося компания обещала обеспечить все станции Supercharger возобновляемой энергией в этом году, но, судя по последним данным, этого сделать не удалось. Что ж, может быть получится в году грядущем? Про Boring Company новостей в этом году было немного, зато какие! Официально заработал тоннель в Лас-Вегасе. Пропускная способность тоннеля составляет 4400 пассажиров в час, и журналистов она не впечатлила. Но блин, кто вообще слушает тех, кто какие-то там новости пишет, правда? Тем более, что транспортная система Boring Company в Лас-Вегасе официально одобрена для расширения по всему городу. Также Boring Company предложила проект расширения системы Loop во Флориде, и можем поспорить, что без действий он не останется, особенно учитывая то, насколько сильно власти Флориды фанатеют от скучной компании. Не сидела без дела и команда Neuralink. Из компании ушел ее сооснователь Макс Ходок, но он по-прежнему болеет за стартап и всячески его поддерживает. Основная новость за год у Neuralink одна — это обезьяна-геймер, которая смогла играть в пинг-понг на компьютере силой мысли. Если кому-то этого мало, то вслушайтесь в эти слова еще раз. Обезьяна-геймер играет в пинг-понг силой мысли — это ж, блин, обалдеть можно! Ну а от кого новости были еженедельно, так это точно от SpaceX. В 2021-м компания совершила 31 запуск, в прошлом году их было 26. SpaceX отказались от ловли обтекателей в сети кораблей и побила рекорд многоразовости. Первая ступень летала 11 раз. Три запуска в этом году были пассажирскими. Всего на МКС силами компании отправилось 12 пассажиров. Из них 4, кстати, вообще не были астронавтами. Но все-таки своя рубаха ближе к телу, так что чаще всего Falcon 9 гонял с собственными спутниками SpaceX. 17 партий Starlink отправились покорять орбиту. Сейчас где-то высоко над нами плывут 1892 спутника сети, более сотни из которых в этом году получили лазерную связь. Доступ в интернет получают 140 тысяч клиентов из 22 стран, а количество предзаказов превысило 750 тысяч штук. В целом Starlink потихоньку начал вылезать из колыбели бета-тестирования. Спутники следующего поколения становятся крупнее, а терминалы теперь стали квадратными. Их дизайн изменился вместе с затратами на их производство, они упали на 50%, так что в убыток себе SpaceX больше не работает. Также Starlink достиг нового рекорда скорости загрузки – более 400 Мбит в секунду. И расслабляться тут точно никто не планирует, поскольку сеть уже тестируют в самолетах и в море. А еще, судя по заявке в Федеральную комиссию по связи, SpaceX собирается добавить в Starlink услуги Телефонии. Те, кто внимательно смотрел наши переводы и интервью с Илоном Маском в этом году, знают, что переговоры с операторами уже ведутся. Площадки SpaceX в Техасе перестали быть просто площадками. Вместо них появилась звездная база Starbase. Работа весь год шла круглосуточно. Здесь создавали и тестировали рапторы, построили башню с руками для ловли ракет, а также построили и взорвали несколько прототипов Starship. Итак, дамы и господа, на премию «Большой бум года» номинированы SN9, который смачно бахнулся об землю после прыжка на 10 км, SN10, который взорвался через несколько минут после посадки, и SN11, который решил вообще не возвращаться на бренную землю и разлетелся на куски прямо в воздухе. А вот подняться на 10 километров и сесть целиком удалось прототипу SN15. Выглядел полет, конечно, как CGI, но все-таки это была реальность. Орбитального полета Starship 20 мы так и не дождались. Как и в случае с Giga Berlin, здесь виновата бюрократия и экологическая экспертиза. Ждем 2022-й. На разработку по программе Starship Moon SpaceX получили 300 миллионов долларов от NASA. За эти 300 лимонов и лунный контракт со SpaceX полгода грызли с Blue Origin и лично Джефф Безос. Кажется, если распечатать все судебные иски от них за 2021-й, то можно будет слепить полноразмерную копию Луны из папье-маше. Но юристы проиграли инженерам. Blue Origin проиграла суд и официально слилась. У SpaceX состоялось первое публичное приобретение за 21 год. Компания приобрела оператора малых спутников Swarm Technologies. Самые маленькие коммерческие работающие спутники в мире теперь принадлежат SpaceX. Еще одним большим достижением SpaceX в этом году стала первая полностью гражданская миссия Inspiration4. Из-за нее интерес к космическому туризму резко возрос. Netflix даже сняли про миссию отдельный сериал. Представители SpaceX воодушевленно предположили, что Crew Dragon могут производить только для космического туризма, полеты для всех и пусть никто не уйдет обиженным. По итогам года стоимость SpaceX превысила 100 миллиардов долларов, как мы видим, отнюдь не без оснований. И наконец, виновник всех этих прекрасных событий Илон Маск. В этом году ему исполнилось 50, в честь чего, если помните, сервис для инвестирования без комиссии даже установил целую статую в Нью-Йорке. Год для Илона прошел очень мощно. Сначала он стал самым-самым богатым человеком в мире, а затем и в истории человечества. 300 миллиардов долларов, только вдумайтесь в эту цифру, это ж сколько дайсонов можно купить. Над златом Илон ничах и по-прежнему активно вкладывается в полезные инициативы. 5 миллионов долларов он пожертвовал Академией Хана, 30 миллионов долларов ушли школам округа Кэмерон и Браунсвиллу в Техасе, а 100 миллионов долларов составил призовой фонд проекта X-Price на технологию улавливания углерода. У проекта уже есть 23 победителя, которые работают над своими проектами. И это просто чудесная новость. Из-за своего богатства в этом году Илон столкнулся с огромным потоком критики. Мол, и налоги-то он не платит, и над бедными издевается, и вообще 2% от его состояния могли бы решить проблему мирового голода… Илон предложил так и сделать, но только если Всемирная продовольственная программа открыто опубликует план своих расходов, чтобы все могли видеть, куда идут деньги. Ничего такого не произошло, его сыны не там. Про налоги так и вообще претензия на грани смешного. В этом году Илон продал 10% своих акций и заплатит самый большой налог в истории. Он составит более 11 миллиардов долларов, а это тоже очень много дайсонов. Объявлял войну Маску даже Анонимус. Типа слишком уж сильно, и он влияет на курс криптовалют. В какой-то мере это действительно так. За год миллиардер успел несколько раз уронить и поднять биткоин, но по итогу за видео Анонимуса, судя по всему, стояла индустрия ископаемого топлива. А их с такими приколами лучше вообще не слушать. В перерывах между спорами в интернете и управлением кучей компаний Илон Маск успел встретиться с семьей Сергея Королева, выступить на Saturday Night Live, где рассказал о своем синдроме Аспергера, и даже пригласить Путина поболтать в Клабхаус. Помните, был такой Клабхаус? Нет? Ну и ладно. Неудивительно, что после такого насыщенного года Илон вошел в список 100 самых влиятельных людей и стал Человеком Года по версии Тайм за визионерство, стремление двигать человечество вперед и смешные картинки в Твиттере. Ладно, последнее мы уже сами добавили, но странно, что Тайм об этом не упомянул. Вот таким выдался этот 2021-й. Каким будет год 2022-й? Мы пока не знаем, но попробуем сделать свой прогноз на грядущий год. Посвятим этому целое видео, которое выйдет на каникулах. Для нас этот год тоже был продуктивным, цифры говорят сами за себя. Спасибо, что вы с нами и с наступающими праздниками. Уже 7 лет с вами канал Илон Маск.